по саму встраиваться такие фразы произносятся до юля привет все есть так хорошо мы побыльников набросали как это все может быть как это найти кто хочет поучаствовать чтобы найти и и стать исследовательским материалом что будет можно все потом реально выровняться да еще так мало все что это продолжение предательства тебя до я надеюсь это записывается хоть как-то звук в звуковом сопровождении что ты могла то услышать что ты говоришь я тоже хочу но ведь ему то нравится ему то надо я больше всех закрикивала понимаешь все два дня я больше всех рассказывала о себе больше всем говорила мне кажется я уже достала не знаю мне кажется честно если все понимают по нему еще что-то какие причины почему он обе руки поднимает какие причины что ты сама не поднимаешь руку и потом ты отпустил а почему если он понял две руки значит уже очень-очень хочется почему ты при этом опускаешь свою руку чтобы еще больше акцентировать внимание показать еще на него дополнительно но это же твоя рука твоя рука поднимается чтобы пока что ты хочешь участвовать он просто показал я очень хочу участвовать а ты тут причем при чем при чем причем прикольно можно по моим ощущениям он сильнее хотел да вот и показал я очень хочу участвовать а ты хочешь участвовать но сейчас меньше все кто не хочет участвовать поднимите руки окей кто меньше хочет участвовать он не видит это потому что он не поднимает две руки да я уже стала сомневаться в чем мы ждем пока ты решишь ты хочешь участвовать или ты меньше хочешь участвовать а что делать надо по алгоритму попытаться найти место предательства себя да из которого вот развернулось все то что описывалось полчаса назад ну так как я не знаю реально где точно я себя передала я не могу вспомнить предточно поэтому а я предлагаю поучаствовать что попытаться вспомнить работает ли алгоритм или нет да да понимаешь я просто поняла что я не помню что именно вот так никто не помнит марат ты помнишь момент помню я был тут не сидели да ты помнишь момент нет кто помнит момент предательства себя своей высшей ценности вау есть кто то конечно а ну расскажи я сопоставлю может сразу подкорректирую я встретил человека которого собственно который мне нравился сейчас подожди секундочку который мне нравился и который которому нравилась очевидно я то есть мы с ним общались и познакомились в институте на первом курсе института я как раз вступила он вступила то есть мы сначала видели друг друга в группе потом через полгода когда у нас началась сессия мы встретились и уже именно именно стали общаться то есть именно познакомились в течении всей сессии было две недели и мы общались он мне там какие то моменты подсказывал по учебе сам сдавал экзамен ну так периодически мы с ним раза три случайно столкнулись в коридоре а потом когда мы столкнулись в коридоре потом через какое то время когда уже сессия закончилась я сдала последний экзамен и пришла к нему в общежитие вернуть ему конспект который я у него брала для сдачи этого экзамена и стали а до этого я не знала собственно где он живет я спросила именно куда принести конспект то есть пришла именно для этого стали общаться стали пить чаем пойдем выйдем на улицу погуляемся там мы вышли на улицу сидели во дворе и после этого ну там ну это не тот момент который произошел то есть мы разговаривали долго где-то часа три мы общались именно разговаривали там в разных темах потом пошел меня провожать пошел меня провожать по пути нас взяла милиция к теме не очень относятся то есть мы он пил пиво да и милиция подумала что мы наркоманы ну да потом пока разбирались нас держали собственно в отделении ну неважно потом через долгое время мы стали общаться я через три дня я ему принесла в его даже он мне оставил поток то есть у меня не поток был его остался я ему вернула и он меня попросил еще найти информацию о знакомых его в Москве о том что он был из Москвы и я ему эту информацию нашла он офигел вообще от того что я пришла от того что я нашла эту информацию в общем мы остались с ним встречаться и периодически я приезжала к нему в общежитие именно для того что бы какие то ну уже не просто так что бы там что бы отдаться а именно мы стали узнавать друг друга узнавать друг друга и через какое то время я ну он как бы так вот именно как в том примере который ты привела девочка 19 летний он мне стал как бы ну какие то напрямую говорить что давай там а он мне стал ну как бы в шутку что такое ну когда же когда же ну где же где же вообще и в какой то момент ну как бы для меня было это не то чтобы ну в общем я не знала как я к этому отношусь для меня было понимание опять же там мне мама там рассказала о том как что такое презерватив как он устроен и для чего он нужен да то есть и вот ну было определенные какие то вот представления понятно там что то я читала что то я смотрела и она тоже снабжала какой то литературой там всякие газеты когда вы были популярны 90-е годы как раз все это появилось скажем так в свободном доступе и родители особо ну не ограничали хотели максимально обогатить информацией чтобы было к чему готовиться и собственно через какое то время где то наверное месяц прошел уже с нашего знакомства собственно после после очередного намек ну давай какие проблемы это были собственно вопрос ну вот собственно я считаю что это был именно тот момент когда я самосознательно себя предала потому что это ушло не из меня ну как бы не было моим внутренним желанием и потребностью да а это именно была реакция на внешний этот мир и вот вот потом уже как бы я именно понимала и чувствовала что это предательство было в отношении к себе ну что касательно техника как я с этим справлялась как именно что я с этим делал я понимала что это вот грязь какая-то я сознательно очищалась да как как есть там именно ситуации когда ты энергетику свою забираешь обратно а чужую энергетику отдаешь и но я вот тогда начала заниматься йогой это одно время не произошло почти то есть да это было как раз февраль 2002 года в январе мы познакомились и начала заниматься йогой и я начала работать уже еще тогда неосознанно то есть именно со своей чистотой именно и сознание и тело то есть вот и тогда же я изменила привычки к питанию ну в общем уже стала работать с этим спасибо огромное а еще один вопрос вот это предательство произошло а что изменилось потом потому что мы говорим о предательстве от вот до которого мир живой а потом что-то очень сильно меняется и он пропадает после этого это таки случилось ну то есть я поняла что вот то есть я уже потом когда осознала что это было именно предательство себя то есть но я поняла что с одной стороны вот именно все как бы вот дальше вот вот что вот я дальше вот делаю то есть я уже вот именно впоследствии дело в том что впоследствии он стал мой мужем то есть ого да и мы с ним прожили 7 лет но вот это вот ощущение того что собственно этот человек ну то что я именно предала оно было на протяжении всего этого а как оно ощущалось то есть оно ощущалось именно в том что я виновата то есть что я виновата именно в том что вот ну вот в каких-то во всем то есть если он что-то говорил более грубо более как-то ты сразу чувствовал и при этом я стремилась взять полностью контроль за все происходящее и брала на себя очень много ответственности то есть и впоследствии собственно я эти отношения прекратила офигеть у моей мамы один-один вот то же самое что ты говоришь чувство вины на все полный контроль вот так вот тоже офигеть это получается когда это 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 когда вот именно сексом вот так вот спасибо обалденно это я просто ну анализирую дальше так вот то есть оно чувствовалось на протяжении все время как чувство вины а чувство вины ушло когда общаешься с мужчинами да ушло не до конца может быть но вот сейчас просто у меня в принципе я работаю именно с чувством вины и когда если какое-то что-то появляется такое я стараюсь его отслеживать да то есть само предательство воспринимается тобой как ошибка нет а как дело в том что сейчас я еще раз говорю то есть я нахожу какие-то вещи которые мне казались негативными и я их именно пытаюсь находить то и нахожу то в чем они для меня были опытом зачем мне это было нужно и нахожу в них для себя смысл истинный смысл который они несли для меня чтобы я понимала и проживала для себя этот навык именно то что мне нужно приобрести ага то есть не ошибка а опыт именно внимание зачем этот человек или что я должна из этого извлечь понять а ты нашла это а именно в этой ситуации да именно в этой ситуации конечно да то есть что нужно ну что себя винить не нужно я наношу почему да именно воспринимала это как вину да потому что ответственность да за свое решение за свой поступок а ты поняла почему ты приняла такое решение ну я стала копать буржи да ага дальше то есть там при рождении там уже совсем-совсем и ты нашла почему ты именно приняла такое решение что ответила она просто на его посыл а не послушала себя что нету посыла от тебя потому что я вот принимала да я вот именно принимала все окружающее да и как и природу и людей и то что вот мне говорили я впитывала как губка потому что ну вот человек делает мне посыл значит вот он мне уже изначально нужен как вот именно принятие самого себя и принятие других людей но это привело к тебя к тому что ты приду то есть здесь единство склеено с тем то что ты полностью доверяешь внешнему миру и не задумываешь не спрашиваешь себя хочешь ты этого или нет получается что если все одно и оно к тебе приходит тогда ты не спрашиваешь себя хочу этого или нет или почему не хочу просто если оно приходит в мою жизнь а мы все единое целое значит так должно быть так нужно так какого навыка здесь не хватает мозгов то есть а это кстати очень распространенно я да ну не ржать это да то что распространенное когда говорят если все единое целое значит оно входит в умомир я это принимаю это со мной происходит отлично а как же свобода воли игрок и собственное пространство тогда то что ты хочешь или не хочешь сейчас запишу это как это только что было сказано если то есть если ты проживаешь да все это единым да все единым тогда что то что приходит и какого какой навык отсутствовал анализа чего анализ своего пожелания спасибо огромное отсутствовал офигеть можно вопрос на эту историю на то что ты записываешь это не является тогда тем что ты принимаешь все сущее исключая себя ты доверяешь всему ну да ты такой же абсолютно себе ты не доверяешь ты не есть единство ты не чувствуешь единство ты чувствуешь со стороны вот как было прощение что ты над то есть да ты чувствуешь всю жизнь все связи между этим на себя ты исключаешь из этого ну это нужно спросить так ли это у тебя было по ощущениям исключала ли ты себя из общего потока была ли как наблюдатель или в этом ощущении живого ты была как частью ты ощущала себя частью всего исключаю ну марионеткой или личностью которая принимает решение или вот этот мир который он живой но он так действует ты при этом просто принимаешь ты не думаешь о том что ты хочешь принять что ты не хочешь принять что ты хочешь самодать что ты хочешь получить там ну из такого разряда ち уже получается что ты все принимаешь это же не свобода ну да есть 2 реакции принять и отказать хочу или не хочу даже если если я не то есть два полюса до хочу не хочу или там не хочу понимать хочу ли не хочу потерялась сейчас сейчас до похожие истории но ты сначала принимаешь потом я уже поняла что это не было не было вот этого внутреннего истинного желания а возможно ли так что если ты не впускаешь это вот свое личное пространство а просто взаимодействия на расстоянии думаешь чувствуешь вернее осознаешь анализирует что ты чувствуешь относительно этого прежде чем впустить искать раз это существует значит я впускаю это свое пространство и потом когда это уже вошло в мое пространство ну я как бы чувствую хочу не хочу а то срабатывает что даже если я не хочу она же уже в моем пространстве значит наверное для чего-то это надо так или как так вот об этом навыке говорится да получается это как запускаешь не знаю воду вот открываешь дверь и заливаются вода то есть ты слышишь там что-то бурлит ты открываешь дверь заливается вода ты смотришь ну вода часть всего да это стихия обалденно но она начинает заливать твою комнату уже что-то не нравится и тут включается вот этот неинтересный механизм как это происходит что тут включается и но есть но это же вода часть всего сущего пускай вливается в квартиру вот этот момент мне не не знание не освобождает ответственность может быть вообще вся вся эта ситуация вся самая критически этот момент предоцент для того и существует то что ему как бы понять что ты можешь решать ну просто ты понимаешь ты можешь принимать решение ну да можешь руководить не только тем что ты можешь дать но если ты это воспринимаешь как ошибку то рождается чувство вины а если как опыт тогда нету чувства вины но ты говоришь ошибка ты говоришь ошибка ты это грешит состояние комплексно пережить до какой-то момент предательства потом весь этот крутой мир и потом нужна ли собрать это ты можешь мир чтобы ты можешь сказать устрасте дать в ситуации нет а ты сейчас он не проверки только чтобы мы научили да и не что может когда он сказать нет нет он есть это вот эта ситуация я просто есть Вода вливается, но пускай вливается. Нет, я не просто есть, я есть и действую. Ну, и решаю, и выбираю. Нет, выбираю это не то выбор, это когда у тебя есть варианты. Ты уже ограничен выбор на свободу, выборы, нет, как в итоге. Принимаешь мир. Есть свобода, а есть выборы. Выбор предполагает варианты. А вариантов нет. Ты можешь делать всё, что хочешь ты, то, что идёт у тебя изнутри. А когда ты принимаешь всё, ты видишь вот это единство, всё прекрасно. Соответственно, единство, безопасность, я должен всё принимать. Да, ну вот оно так склеено, да. Вот если единство, безопасность, тогда получается... Ты понимаешь себя полностью от всего, у тебя нет ничего близкого, ты вообще один. Ну, это просто моя тема, поэтому я много про это думала. А может быть, что-то склеено, что вот смотри, вот три разные вещи. Например, вот есть единство, да, я чувствую всё единым. Начинается склейка. Я просто раскрываю все двери, меня грабят, меня насилуют, со мной меня четвертуют, кормят тем, чем я не хочу. Я просто говорю, ну, может, единое, целое, ну, пожалуйста, наверное, для чего-то мне это надо. Может, пойму, наконец-то, для чего мне это надо. И второй момент склейки, что если всё едино, тогда ты никак не можешь выделить, кому ты испытываешь более индивидуальные, уникальные чувства. Нет, ну, погоди, если тебе это надо, ты это чувствуешь. Если ты не чувствуешь, что тебе это надо, то нет... Ты сказал про близких, вот про близких этот момент мне интересен. Почему, если всё едино, тогда не выделяются близкие люди? В смысле не выделяются? Потому что всё едино. Потому что всё... А где логика? Ну, всё едино. Ну, типа, если ты всех любишь, надо же одинаково любить. Почему ты этого любишь сильнее, чем того? Ну, вот такая логика. Почему не выделяются? Ты просто с чем-то взаимодействуешь, а что ты... Нет, ты просто фразу сказала про то, что есть... Я услышала себя, скажи ещё раз, что я сказала. Надо прокрутить, да. Про тот момент, что... Когда всё едино... Как ты выделяешь близких людей, если всё едино чувствуешь? Тех, с кем не по пути. Так. То есть только тех, с кем тебе по пути, а тем, с кем тебе не по пути, тогда они не близкие, потому что тебе с ними не по пути. Но ты чувствуешь с ними единство. Ты испытываешь к ним нежность? Да. Ага, точно, можно. Я просто... Я с ними не взаимодействую. Близкий человек для меня, для того, с кем я сейчас взаимодействую. Это не значит, что я не люблю там кого-то. Просто сейчас у меня с ним именно, ну как, не идут по проводкам сейчас электричество. Но, в принципе, напряжение есть. И если надо, оно как бы откроется. Ни один человек, который там, допустим, меня обидел, или ещё, что я не закрываю никогда двери. Да, да, тоже. Вот. Я понимаю это. Всё возможно. То есть, ну, абсолютно всё возможно. Вот. Но зачем биться в закрытые двери в пол? Так, вот этот вот момент. То есть принимаешь мир, и только потом... То есть, вот вливается вода, потом только ты думаешь, надо мне это, то есть, хочу я это событие в своём пространстве, так, или нет. А потом включается какая фигня? Что вот если же это всё, если оно уже вошло в моё... Потому что я не догоняю, вы мне помогайте, я тоже здесь туплю. То есть, если это уже влилось в моё пространство, так? Вопросы сложности, что нужно биться башкой об стену. Сейчас, подожди. То есть, если я пытаюсь сформулировать, чтобы понять. Если это событие уже в моём пространстве, значит, оно мне для чего-то надо? Так получается на этом моменте склейка? Да, я понимаю, я пытаюсь пойти... Как раз я пытаюсь понять обратную сторону. Да, ты мне говоришь, а нормальная. Да, я это тоже чувствую, поэтому я пытаюсь понять то, чего я сейчас не чувствую. Поэтому я спрашиваю. Ну, а тут впускание событий не происходит ли оно на почве бессознательного состояния? Ведь оно же неосознанно впускает какое-то событие. Оно уже вошло и проявляется как некий факт. Что значит неосознанно впускает события? То есть, так же неосознанно впускает. Он живёт по течению, что-то происходит, что-то не происходит. Так вот, произошла такая ситуация. Она оказалась частью этой ситуации или эта ситуация оказалась частью её жизни. И она начинает распознавать, что-то как-то мне некомфортно в этой ситуации. Ну, вот здесь уже... Да, но она вошла в бессознательную её... Не-не-не-не-не-не. только потому что не было не был не было дискомфорта так мы никогда не знаю что будет хорошо подожди вот так это может быть очень резко звучать да когда не то есть ты задумывалась о том чего ты хочешь между вами я когда чувствую влюбленность это еще не значит что я подпускаю как себе и начинаю с ним взаимодействие когда уже какое-то общение складывается в течение продолжительного времени и в общем-то тема поднимается ага да вот именно вот этот тонкий момент в твоем примере да это ты говорил что вот человек прямо да там давай и там человек решать а здесь не ставили здесь просто намеками здесь да вот намек я как именно человек который скажем так быстро принимает решение ходила там а из чего ты приняла решение исходя из чего ты приняла решение не было четкого предложения да давай займёмся сексом исходя из чего я приняла решение да а было ли конкретная когда ты вот четко слышишь ну вот именно фраза там давай займёмся сексом или там когда это четко ты понимаешь вот она прямо сказано это было прямо сказано скорее нет чем да то есть было сформулировано но понять можно по разному и то есть не переспрашивая его что ты имеешь в виду ты принимаешь решение да предполагая что он имеет в виду ты принимаешь решение да офигеть получается в предполагая не проверяя принимая решение мы придаем себя предполагая не проверяя мы принимаем решение и это ожидательство себя не дожидается вопросу с другой стороны то есть он предполагает что это вопрос не будет задание отвечу да ну что то не склеится соответственно я якобы приложил ответственность на другого человека если я сам все предупредил сам все решено я полностью за это ответственным так я сам блин с тобой взаимодействую только нежелание как бы ну дать возможность партнеру ответственно подойти к этому действительно разделить с ним эту ответственность ну вот коммуникация почему я так все время говорю делаю упор коммуникация обратная связь получается чек слышит предполагает и отвечает не проверил что другое имел ввиду ответил оказался в такой ситуации который так не проверил коммуникацию получается не проверь просто одного элемента нету не проверил коммуникацию что именно подразумевалось как именно и почему именно гениально просто гениально сейчас я запишу это как ты говоришь если вот какая молодежь и не придавала себе все время этот акцент ставила что нужно обратная связь а мне гранит не нужно можно чувствовать можно предполагать а последние два месяца только это и слышу я буду вы издеваетесь коммуникация нужно вот она где собака зарыта надо его капать как говоришь имей фамилию я цитату вставлю потому что меня постоянно в течение двух лет офигеть офигеть так хорошо значит у нас вот есть ядро когда мы предполагаем не проверяем принимаем решение это одна часть так а теперь то что мы нашли так получается вот в этой ситуации из-за того что ты не перес не переспросила так ли ты и вообще к и а второй момент а если это так но ты не хочешь ты осознавала что ты не хочешь а ты не знала что это и поэтому но были книжки было описание хрень такая да да я тоже для в 12 лет как прочитала книжку это вообще ничего не поняла поэтому в 19 лет через три недели игры ну давай попробуем я понятия не имею чего это я такую жопу себе взаимела на пять лет после этого любопытство вот куда бывает так значит когда ты не знаешь что это на опыте и тогда вот тогда любопытство перебарывает сейчас я себя заведу в тупик ну да любопытство же интерес у меня главное база когда не знаешь что это даже сама тоже самое же делал то есть время так делал я все время выхожу за границы ими любопытно я не знаю как это но я все сейчас определяю потому как бы хочу то есть если это кого-то предполагает еще я смотрю потому как по тому кому-то кого-то предполагает что упадя вот вот с этим нет я с этим я хочу то чего не знаю он хоть и то есть это путеводный момент а то я испугалась как это любопытство что не так а вот теперь значит когда это этому это вот предполагание проверяя принимаем решением это должно быть вот последним ударом в определении не так думаю последним ударом определение места предательства себя вот когда разделяется мир на картонный живой а теперь смотрим то есть вот мы рассматривали эту ситуацию полчаса ну там час назад до когда будет наверное мама так как я маме доверяю я не хочу терять эту связь с ней поэтому я говорю да мамочка ты лучше меня знаю что вот видимо то что я рисую это еще не вершина счастья поэтому да отрубай мне руку сейчас я найду вершину счастья то есть здесь человек после этого момента он очень четко знает вот сейчас это только теория да мне очень вы нужны для того чтобы понять как же это такие на практике человек точно знает я послушал маму я не доверился себе я доверился вот момент доверия я доверился маме не доверился себе при этом я боялся например потерять доверие мамы да связь с мамой то есть я не доверился себе я принял решение переложив ответственность по доверию на другого человека теперь у меня проблема она по сути никуда не денется до конца мои моих дней я не могу никого винить за это потому что я сам принял решение это жопа не за пошли я не помню начало того что я говорила так хорошо есть видеозапись да и получается человек четко знает с этого момента так делать нельзя вот это приводит к такой катастрофе что просто больше жить не хочешь потому что реально не видишь выхода руки-то уже не вернуть мир вроде как картонный мир больше типа предположительно не сделаешь живым и тогда он четко знает так делать нельзя при этом он не себе запрет ставит уже бессмысленно уже все то есть то же самое слепое пятно когда ставишь себе запрет и снаружи тебя раздражают и бесят когда делают то что ты себе не позволяешь то здесь этот запрет идет не то что тут уже ну то тут идет мне это дело там не нельзя огрызаться там мне нельзя раздражаться мне нельзя обижаться это предполагает то что я все еще могу обижаться а здесь мне нельзя что я уже все уже все то есть слепое пятно работает я просто уже знаю что так делать нельзя это приведет к безысходности и невыносимости и тогда слепое пятно идет так до примеру я знаю так делать нельзя как делать нельзя я больше не вижу и теперь когда я вижу что снаружи человек пытается сделать то чего я не вижу я кричу ему и всеми силами пытаюсь достучаться не делай это это разрушит твою жизнь возврата больше не будет неужели ты не понимаешь что это разрушит всю твою жизнь кто когда-либо такие фразы говорил или похожий по смыслу не делает это не ниже ты не понимаешь чтобы обратно дороге другим другим когда другим говоришь не делал то есть у тебя уже все у тебя приятная безысходность тебе это слепое пятно до одного места тебе уже уже все уже нету как бы и поэтому когда ты видишь снаружи человеку которого все еще мир живой когда мы на детей смотрим да особенно а у них еще мир живой ты смотришь как мама с ними обращается внутри что поднимается своя боль да хочется хочется защитить только от мамы до рассказывать мне 17 лет не можешь сюда перейти что было хорошо слышно все было записано что было понятно как и почему я это вообще сделал то есть мне 17 лет я встречаюсь там с мальчиками мальчики из части военные естественно никаких там серьезных отношений но у меня есть зачеты и экзамены и как бы вот эти вот эти вот гулянки ситуация первая я когда я не придала себя зачет по истории я его проваливаю с треском мне хотят поставить 4 ну потому что у девочки такая истерика почти как сейчас еще сильнее и учителя ну третий четверть как бы такой зачет в общем решающая оценка это решающая и я говорю ставьте мне двойку я пошла нет пересдач не будет они они давайте поставим девочки четверку ну все-таки училась там всегда хорошо я не говорю ставьте мне тройку и я тогда пошла с тройкой ну все то есть я себя в этот момент не придала пришла домой рассказала это маме сказал что мне я получила тройку она сказал ну ладно бывает сказала что я сама это попросила у мамы случилась истерика вообще то есть а да как ты могла да ты же вообще ты же в институт не поступишь ну и вот вообще меня колбасило какое-то время и мама она вот так до сих пор не может понять что для меня вот это было не предать себя а и вот следующий момент который происходит при поступлении в институт ну с мамой очень сильно поссорились потому что ну как бы а ты гуляешь там я сдам все зачеты все экзамены все будет хорошо я поступлю значит я поступаю институт институт непрестижный считается это институт водного транспорта специальность кораблестроения когда я чертить вообще никак вот и маму зачем тебе это надо да это иди лучше вон аленка идет в вниз там дополнительный напор на педагогику будешь там где-нибудь в отделе кадров работать это к маме я не хочу но и корабликами грежу но и чтобы не ссориться с мамой чтобы не повторялась вот та вот ситуация я придаю себя я иду на эту педагогику я потом полгода сегодня не могу в итоге все равно ухожу на другую специальность которая как бы так но что-то среднее между и между потому что понимаешь что мне назад уже пути нет потому что никогда уже не вернется то ощущение когда гуляла по институту и чувствовала что это все мое это мой дом не здесь хорошо и обожаю тригонометрию которые в школе не понимала все я до сих пор не могу себе это простить что я тогда так поступила я не знаю как продолжилась моя жизнь сейчас все классно сейчас хорошая работа отличный коллектив вообще этом я всем люблю своих мальчишек но я не могу найти себе там месту понимаешь пока я пока я не решу этот вопрос вот в себе спасибо я вообще ничего я просто не смогу жить дальше не смогу там семьи у детей то что я хочу потому что я ну как бы я потеряна я смогу дать своим детям такой-то поделенность я так и не хочу все будем всеми силами думать и делать дальше так вот такая поговорить ну скажешь маму ну для меня это было важно к ну я же я же из лучших там чувства звучит побуждение я понимаю что маму не только добра хоть вот как это как как себя последовало чего найти вообще не представлять вот и не могу понять а вот как бы а что мне это дала дала эта ситуация чтобы ну как-то из тем какой-то не может быть там опыт извлечь урок это опыт на но ты сейчас прекрасно понимаешь насколько это важно да не придавать себя я понимаю я поэтому всегда там вижу что человек как-то сомневается думай думай сам решай сам не это никого вообще никого не слушай слушай себя вот если считаешь что так надо я сюда тебя поддержу только делай так как говорит тебе твое сердце то есть этому научилась только теперь вернуть бы на обратно может быть не до конца ночи не могу сказать что да я все я те это умею а если какие-то моменты которые сейчас также делаешь которые все еще повторяются мелкие напоминания о предательстве себя в смысле того что как получилось чтобы не повторялась ситуация ты приняла решение от от ну в другую сторону того что тебе нравится от того чем ты живешь и дышишь ну я и я тогда испугалась и вот ну что а да может быть имея действительно там буду мало зарабатывать там плохо жить там и все такое мне вот это напугало ну и и не хотелось маму огорчать потому что вот до этого была такая вот ссора очень большая на фоне этого зачета а сейчас вот мы вчера как раз ты говорила здесь то же самое когда в отношениях с людьми с близкими людьми когда ты не хочешь их обижать и поэтому ты делаешь то я себя снова и снова так значит все еще не поняла в момент она так всеми силами сейчас будем пытаться понять да а у кого еще есть похожая проблема ух нифига себе рух ну да естественно только что сказала почему с одной стороны эта жизнь без скандалов не хочу огорчать другой стороны мам ну посмотри мне будет плохо вам такая тебе не верно хорошо давай проверим и вот эту хорошо давай проверим эти покажу на на что вот эта профессия тебе не принесет материал ну может а это же важно в этой реальности тоже сейчас немножко не туда идем потому что так мы сейчас не тут не туда хотелось доказать маме мам ты не права и так как я не смогла сделать да да вот этот момент они то я тебе докажу на деле я тебе докажу практика да блин больше так делать так ты до сих пор доказываешь практикой почему мама не увидела что ты несчастна то есть получается тебе нужно вогнать себя в такое несчастье чтобы мама увидела и только тогда она поняла она может быть я не знаю может мне хочется чтобы мама была виновата или ответственна там не знаю как это глупо да это мне это мне сто процентов надо работать но с другой стороны теперь другая крайность случилось когда я разрушил отношения сказал фразу мне как-то это свободы не хватает но свободе в том смысле что внутренние свободы мне сказали я тебе не нужен ты меня не любишь все прощай ох нифига себе да вот то есть мы не смогли вот сколько я там не пыталась как-то поговорить и объяснить свое вот то есть тебе не хватает вот той свободы вот той свободы которая блачу до института или то есть свободы которая вот ну было когда я вот поступала что ли вот 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 того ощущения не хватает вот ну и собственно отношения распались но с другой стороны я себя не придала может просто этот момент показывает тебе то есть он вбрасывает тебя в твою же боль напоминаю ну смотри какой посмотри внимательно какой именно свобода тебе не хватает какой именно свобода тебе не хватает то есть в моменте когда ты говоришь ему что какой именно свобода тебе ну что тебе не хватает свободы ты понимала какой именно какую-то свободу имеешь ввиду что вот вот там вот вот с кораблями вот с тем моментом ну как как-то да но я не смогла это настолько четко сформулировать для себя и для него тоже чтобы вот мы только поняли А вот этот вот момент, мама мне будет плохо, мама я тебе не верю, сейчас я тебе докажу. А почему было важнее доказать маме своим счастьем, отказаться от самого-самого-самого дорогого, от самого-самого-самого дорогого, от этой вот внутренней свободы, от внутреннего кайфа, только чтобы доказать маме, что она не права получается, что права ты. То есть ты ей доказывала то, во что сама полностью не верила, что ли? То есть вот-вот да, мама зеркало, ты ей говоришь, мама, это мне важно, а если ты вместо мамы поставишь свое имя? Света, это мне важно, тебе это важно, может быть до конца не верила. Ну потому что здесь было, было конечно какое-то там сомнение, но все-таки мама как бы она там больше. Слышите? Мама таки она больше. А чего не хватало тебе, чтобы полностью поверить в себя и сказать, мам, даже если я буду без денег, зато я буду заниматься тем, что дарит мне свободу? Какого кусочка внутри не хватало, чтобы в тот момент сказать мама? Мне не хватало уверенности в себе. Глубокого понимания, что да, это мое, и чтобы не случилось, я все равно оттуда вырулю. То есть у меня денег будет столько, сколько я хочу иметь. Уверенности в себе. В себе или в том, что тебе приносит свободу? Потому что вот если ты четко знаешь, что, не знаю, тебе нужно в туалет, да, вот это такая потребность, которая, ну, с ней не поспоришь реально, выйдет боком, сколько не доказывай другим людям. То получается, вот ты хочешь в туалет. Ты приходишь к маме, говоришь, мама, ты что, не понимаешь, я в туалет хочу. Мама говорит, я тебе не верю. Ты говоришь, я тебе сейчас покажу. Значит, в том, что я хочу. Потому что мне это действительно надо. То есть ты говоришь, мама, я вообще не очень уверена, хочу ли я писать. Как-то оно так как-то смято, непонятно, но вроде да. А как надо понять, что ты хочешь писать? Ну, насколько сильно ты хочешь писать, и что ты реально хочешь, что нужно уже сейчас идти туда. Как понять? Вот на аналогии с писанием. Я записать там все понятно. Скажи мне, скажи, как это понятно. Здесь есть свои ощущения, телесные ощущения. А как-то вот с мечтой тут. А с мечтой какие ощущения? Они где рождаются? Ну, они телесные, но они такие тонкие, они там внутри вот как-то вот. Ну, они телесные. Они телесные, да. То есть, если так вот не очень сильно хочется в туалет, но там уже переполнено, тогда я веду и кричу маме. Мое тело понимает, мы сейчас описываемся. Я не очень сильно это чувствую. Это очень такое тонкое ощущение, понимаете? Я подхожу, тело говорит, бля, мы сейчас описываемся. Оно берет тебя в свои руки, использует зеркало, находит твою маму и говорит, мама, неужели ты не понимаешь, что я хочу писать? Ну? Не понимаешь, да? Сейчас я тебе докажу. И побежала писать. Только здесь получается наоборот. Я тебе сейчас докажу. Писываешь штаны, а потом сразу мучаешься. Да, и ты говоришь, а, ну да, в этот моменте, получается, ты на середине резко забываешь, ты не забываешь, это же тело все держало, оно тебе говорит, оно кричит первую фразу, чтобы ты могла подхватить, да, танец. Смотри, ты не чувствуешь, ты тоненько чувствуешь, что ты хочешь вроде как писать. А я здесь очень плотно, серьезно ощущаю, что я сейчас и писаюсь. Поэтому я быстренько нахожу зеркало и делаю первый шаг. Я кричу, мама, ты что, не понимаешь, что я хочу писать? Тело делает первый шаг. Следующий шаг за партнером, партнер тупит. Мама говорит, то есть теперь включается партнер, он был не в курсах, что делал тело. И мама говорит, нет, я не понимаю. И тогда ты говоришь, сейчас поймешь. И писаешься. Где здесь нарушена связь, кто скажет? Знаешь, как могло бы быть. Нет, 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 мне сейчас не нужно это. Мне нужно, где нарушена связь. Ты реально хочешь писать, просто идешь и писаешь, не обсуждаешь. Наши тело. Нет, нет, нет. Вот в этом моменте, где была нарушена связь, ты что? Ты же танцор. Сознанием и телом. Сознанием и не чувствуешь, что тело хочет писать, и все. Тело кинуло первую фразу, а сознание не поняло, что сейчас нужно подхватить вот это вот, да? Нет. Но желание тела не дуальное, здесь все просто. А мысли и эмоции они дуальные, поэтому здесь не может быть однозначным. Эмоции и чувства. Конечно. Эмоции и чувства выходят из тела. Да, но если он хочет писать, у него нет дуального ответа «не хочу писать», а он запитывает. А если вы не хотите заниматься сексом? Правильно. Есть «хочу» сексом заниматься, есть «не хочу» сексом. Но оно выходит откуда? Это как писать? Это такая же потребность? Если физическая потребность, то да, ты либо хочешь, либо нет, но есть эмоциональное состояние в принципе. Но это эмоциональное состояние, когда ты не хочешь заниматься сексом. Ты четко это понимаешь, так же сильно, как и когда писать? Но это же с физикой, если мы сейчас берем. Я просто вопрос задала. Это настолько же четко, как и когда писать не хочешь, когда не хочешь заниматься сексом. Да, конечно. я не понимаю, не очень понимаю. Тогда что ты имеешь в виду здесь? Если импульс не дуалится, тогда… То есть создание такой ситуации определяет наличие двух частей. Одна часть хотела быть вот в этом институте, вторая нет. То есть вот если бы… А, и поэтому сомнение, поэтому не полностью уверен, да? Да, да, да. То есть вот она в результате того, что ты тогда поступила так, как хотела мама, и твоя жизнь превратилась в несчастную, ты пришла к поиску себя. Потому что пойти ты тогда по тому пути, отстаивая свою точку зрения, ты бы, возможно, была успешной девушкой материально успешной, и, возможно, ты не пошла бы искать себя, потому что ты начала искать себя, потому что тебе стало плохо. Подождите, 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 сейчас секундочку, где-то здесь нелогично. Мама ей говорила, что кораблестроением денег не заработаешь. А ты говоришь, что если бы ты пошла туда, то ты была бы успешной девушкой материально обеспеченной. Ну, я имею в виду там разные какие-то свои… Не, ну, может быть, я в другом… Просто сейчас вот здесь вот очень важна детализация и очень четкость, потому что это процесс. Она бы была, допустим, счастлива… Она бы была… Хорошо, смотри, представь. Она была бы… Почему? Стала бы она искать себя. Когда ты счастлив, тебе не надо искать себя, ты уже есть собой. Но не являются ли вот эти показатели счастья, как катание на лошадях и там еще что-то, как иллюзорное… Если оно идет, неважно, где ты находишься. Ты думаешь о кораблях, эти мысли внутри тебя, ты даже их не касаешься, ты можешь их никогда не трогать, но ты думаешь о кораблях… Слушай меня внимательно. Но ты думаешь о кораблях, и это счастье поднимается изнутри тебя. Да. Да, я улавливаю, что ты хочешь сказать. Да. Ты думаешь о кораблях, и они, корабли, на самом деле внутри тебя. Вот. Ты о них думаешь, и у тебя такой кайф, такое счастье, точно такое же счастье, которое вот там, когда ты бы ними занималась, когда ты шла по институту. Это счастье внутри тебя, это свобода внутри тебя. Вселенная говорит, ну вот смотри, у тебя есть сомнения. Ну давай, сейчас я тебе покажу, в чем проблема. Вух! Ты выбираешь, уходишь. И сейчас у тебя есть возможность понять, что дело не в кораблях. Блин. Дело не в кораблях. Вот. Поэтому я переспрашиваю, чтобы понять, вот этот вот тандем очень важен, да. Дело не в кораблях. А в чем тогда дело? Во мне. Точно? А где? Где в себе? Слушайте, что вы одно и то же показываете сегодня? Не знаю, может быть где там секс вот здесь. Нет, это просто одинаково показывать один и тот же жест. Я говорю, в чем это ты показываешь так? Я спрашиваю, в чем ты показываешь так? Это что-то, ваши тела что-то одно имеют в виду однозначно. Да. Так. Итак, что у нас есть? Что вот из последнего у нас вот только что было? Импульс не дуален. Так, это понятно. А потом, о чем мы говорили? А, о том, что ситуация, ситуация на почве вот этих сомнений, да, двух частей. На почве двух частей. Каких двух частей? Которая хочет... Ведь в ней была сомневающаяся часть, и мать ее озвучила. Да, да. А другая... А другая сомневается, и мать озвучивает сомнение. Ты идешь по пути... Получается она идет по пути сомнения, так? Ты идешь по пути сомнения, и ты приходишь к офигительному результату, к возможности понять, что дело не в кораблях. То есть я вообще благодаря этому сейчас работаю с собой. Да, да, и ты благодаря этому... Управдательный момент какой-то, что я каждый раз предаю себя, каждый раз не делаю то, что я хочу. Ой, благодаря этому я понимаю, что безысходности хренового состояния я начинаю заниматься хоть чем-то собой. Нет, ты услышала вот это, ты не услышала дальше. Ты остановилась вот здесь, вот здесь у тебя зеркало. Потому что только что мы сказали два раза решение. А здесь у тебя зеркало на моменте... На каком моменте ты резонируешь? Какой момент возмущает? Ну вот тот момент, что... Нужно быть благодарной. Нет, она выбрала не свое решение. И девушка говорит, что вот именно благодаря тому, что ты выбрала не свое решение, ты начала заниматься собой. А если бы ты кайфовала, то было бы... Сейчас, 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 сейчас. Было бы сейчас, но ты не начала развиваться. Типа того, что это плохо будет. Ты имеешь в виду, например, я спрашиваю, что ты имеешь в виду? Имеешь ли ты в виду то, что развиваться можно и без жопы? Да, конечно. Естественно. А никто здесь этого не отрицал. Ты сейчас это слышишь. Потому что здесь говорилось о том, что через эту ситуацию, когда она пошла по этому пути, не в смысле, что это единственный путь развития. Нет. А о том, что придя к этой точке, она сейчас имеет возможность на данный момент понять, что дело не в кораблях. Естественно, она могла это понять и по-другому. Но здесь, принимая ее личный опыт, ее личное решение, на данный момент, чтобы прийти к целостности, необходимо понять, на данный момент, как из этого вырулиться. А вырулиться выходит просто. Смотря на это, можно увидеть, что дело совсем не в кораблях. Понимаешь? Ну да. То есть для меня слово «благодаря» значит, что... Что других путей нету. Что других путей нету, да? Ну как-то да. Так что вот именно по этой причине вот так все сейчас хорошо. Вот поэтому и так важна коммуникация. Да. Понимаешь? А дело не в кораблях, что имеется в виду? А? Дело не в кораблях, что имеется в виду? Да. Сейчас я секундочку запишу и скажу. Так. И благодаря этому приходишь к возможности сейчас понять, что дело совсем не в кораблях. Так. Но ты потом это расшифровать, этот жест. Ага. Еще раз вопрос. А что имеется в виду? Дело не в кораблях. Имеется в виду тот момент, что, например, дело не в фотоаппарате, когда ты фотографируешь. Ну конкретно применительно к этой ситуации я имею в виду. Я привожу тебе аналогию, если я не могу объяснить ее чувства, но я могу помочь тебе понять, прочувствовать это. Поэтому я привожу аналогию. Ты занимаешься фотографией. Я просто буду принимать вот это. Так я их пытаюсь тебе помочь понять. Ты занимаешься фотографией. Что она тебе приносит? Радость. Думаю, что. Так вот, дело не в фотоаппарате. Не в фотоаппарате. А в чем? В процессе. В процессе. Но если фотоаппарата не будет, не будет процессов. Нет. Но дело не в фотоаппарате. Не в фотоаппарате. И не в процессе. Возможно. А в чем тогда? В самовыражении. В том, что я чувствую внутри. И хочу это выразить. То есть дело не в фотоаппарате? Нет. Фотоаппарат только инструмент. Да. На нем не зациклено все. В самовыражении. Да. Вот этот момент. Что дело не в фотоаппарате, не в процессе. Дело в самоощущении. То есть вот эта ситуация, которая произошла, она позволила ей вот это понять? Я не знаю, понимаешь. Еще не, еще не. Пока еще нет. Я до этого не дошла. Ну, то есть это имелось в виду вот в данном выводе. Могла бы помочь ей. Да. Могла бы помочь ей. Вот. И вот сам момент. Вот ты только что переживала целую боль. Да? Глубинную боль. Какой фразой ты можешь ее выразить? Вот из этой самой глубины, с грустью, с неизбежностью. Боже, уже все. В моей жизни больше не будет счастья. Что тут такое? Да. Сейчас это запишу, чтобы ты это могла прочитать. А какую выгоду ты тогда будешь получить? Так. 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 будет больше счастья наматываю на ус а теперь с воодушевлением пожалуйста последнюю фразу в моей жизни будет больше счастья не закончил дело не фотоаппарате еще раз воодушевлением в моей жизни будет больше счастья я не верю тебе в моей жизни будет больше счастья не очень слышится неуверенность такая чувствуется сомнительность какое-то же один раз наступилась все кораблей больше не будет никогда читать первую фразу в жизни больше не будет счастье вот все корабли нету все упустила шанс сильно тебе но все чуть-чуть ну что ты сама всюду ну ведь цвет причем хочешь так жить не читай нижнюю строчку моей жизни будет больше а так чтобы я поверила в моей жизни будет больше счастья ну так ну так а чтобы он поверил моей жизни будет больше счастья веришь или нет мне не нужна надежда мне нужна уверенность я же вселенная должна знать что ты хочешь этого счастья я тебе дам ты неуверенно хочешь писать какую строчку хочешь читать вообще хочу нижнюю читаю нижнюю в моей жизни будет больше больше счастья больше больше сейчас я исправлю подожди в моей жизни будет счастье просто можно мне больше можно просто счастье ты же издеваешься до без сравнения в моей жизни будет счастье что будет когда он там будет считать скажем не будет счастье когда ну хотелось бы это прямо сейчас прямо сейчас в моей жизни будет счастье подожди не 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 это за хазоман ухо она так с эмоцией пожалуйста прямо сейчас мы будет счастье будет счастье ждем нет 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 а чего надо тогда чтобы было сейчас прям вот вот сейчас чтобы было сейчас вот прям вот сейчас сейчас будет моей жизни счастье просто в моей жизни а만 о poi жизнью счастью а где она в твоей жизнью счастье сейчас а где в твоей жизни счастье здесь где где еще раз вот здесь как здесь взяты будет а вот здесь я не понимаю где это я вселенная не знаю куда доставлять твои и счастья можно в меня Так, тогда как это? Где счастье-то? В моей жизни счастье Во мне счастье? Это вопрос, да сейчас я так и подожди Счастье во мне Нет, нет, нет Я тебя вас запрочитаю В моей жизни счастье Во мне счастье? Да, во мне А как понять? Как ты это понимаешь, что он в тебе? Я вот не вижу, что тебе счастье Не знаю, мне просто хорошо Меня отпустило, мне уже не так хреново Издеваешься, мне хорошо, потому что Мне не так хреново Сейчас, подожди Сейчас, мне хорошо А, то есть я сейчас Подожди, подожди Я подразумеваю, что я Счастлива Потому что мне сейчас Вот прямо-таки Не так сильно хреново Читаю Я подразумеваю, что я счастлива Потому что мне сейчас Вот прямо не так сильно хреново Мне все-таки хреново Какое-то счастье Зато весело Это напоминает твою штуку Зато весело, да А ну еще раз Я подразумеваю, что я счастлива Потому что мне сейчас Вот прямо не так сильно хреново Зато весело Зато весело И что? Так устраивает? Не так сильно хреново, зато весело Сейчас подожди Сейчас подожди Счастье для меня, когда не так сильно хреново, но зато весело Счастье для меня, когда не так сильно хреново, но зато весело А теперь пускай он поверит Счастье для меня, когда мне не так сильно хреново, зато весело По бумажке главное Но счастье для меня Еще раз Главное, чтобы не так хреново было, но зато весело Ты сама веришь, да? Ну вообще да, это близко Это гениально, это уже близко То есть для тебя обозначение счастья, когда не очень хреново, но весело Если не весело, то точно хреново Весело, то точно не хреново То есть когда тебе не весело, ты опознаешь Это состояние хреново Когда не весело, то хреново Если весело, то счастье Если весело, то хреново Это счастье Плюс, плюс это равно А, весело плюс хреново равно счастье А что не так активно смеются-то? А кто согласен? Весело плюс хреново равно счастье Ой, извините, не так сильно хреново, ну да Не так сильно хреново Еще не так сильно хреново Процент на 15 Да А ну еще раз Весело плюс Еще не так сильно хреново равно счастье Вы видите, не смеетесь Согласны, да? Ага Офигеть! Кто еще согласен, что когда весело и не так сильно хреново, то это счастье? Здрасте Что ты это делаешь? Теперь я удивляюсь Нет, понимаешь, если будет не так, ну как бы вообще ни хреново, то будет скучно, наверное Скучно Слушайте, это же тема за скучную Вроде как когда слишком весело и прекрасно, может быть скучно Да нет, а какое? Твоя формулировка отдыхает рядом с этой Это слово Ты пожалуйста Если не будет хреново Нет, если Если будет не хреново, то будет скучно, наверное А я написала «наверное»? О, это мое подсознание гонит Если будет не хреново, то будет скучно Ну да Нет, ты видишь, что здесь написано? Если будет не хреново, то будет скучно А я скучать не хочу Не хреново, это как? Не хреново? Угу Скучно Нет, если не хреново, то что такое состояние не хреново? Не хреново, это значит скучно Да нет, ну блин, не смотри сюда Не хреново, это как? Это хорошо, это счастье, это радость Сколько всего склеено в один ком, боже мой Если будет счастливо, хорошо и радостно В душе спокойно, гармонично Не-не-не, это уже не надо, это уже дальше идёт не то. Если будет счастливо, хорошо и радостно, то будет скучно. Если будет счастливо, хорошо и радостно, то будет скучно. А что, вот только один человек реально смеётся, которым это не верит, наверное. А блин, представляете, сколько людей онлайн вставляет сейчас. С серьёзным выражением лиса, пожалуйста. Если будет счастливо, хорошо и радостно, то будет скучно. Если будет счастливо, хорошо и радостно, то будет скучно. Ну, мне надо посмотреть. Докажи мне. Вернее, так, скажи с чувством. Это докажи ты. А, да, докажи, так ты можешь почистить себя счастливо и будет хорошо и радостно. Не будет скучно. Нет, то будет скучно, не надо мне доказывать этого. Это я само собой разговариваю, да, так, чтобы я поверила. Если будет счастливо, хорошо и радостно, то будет скучно. Не, никак. Это посерьезнее, посолиднее. Серьезно. Если будет счастливо, хорошо и радостно, то будет скучно. Кто верит? Один человек, два человека, еще. А верить надо? Кто верит, что если радостно, хорошо, и счастливо, то скучно. Радостно будет скучно. Не во фразу, а в то, как она это сказала. Я верю достаточно правдоподобно. То есть она сказала... Не отделяй фразу от того, как она это говорит. Не отделяй эти две вещи. Я считаю, что я так не думаю сама. Хорошо. А как ты думаешь? Я думаю, что когда счастье... Иногда. Скучно. Иногда? Или когда? В принципе, если человек счастлив, то ему не скучно. В принципе. То есть не на 100%, но в принципе, если счастлив, то типа не скучно. Ну, наверное, есть сомнения. Наверное, есть сомнения. Учимся слушать то, что мы сами вообще говорим. Что если будет счастье, хорошо и радостно, то будет не скучно. Сомнения в том, что я верю, что счастье – это не скучно. Теперь я запуталась. Сомнения в том, что я верю, что если счастье, то будет не скучно. У меня синий экран тупо тут. Если у тебя такая остановка, то она может реализоваться. Она и так реализовывается. Ну что ты не видишь? Что я, по-болу, выговорила я. Потому что счастье действительно может стать скучной. Вот поэтому, поняла я идея. Ну да. Так оно так и есть? Я считала сама для себя, вот в последнее время, что счастье – это совершенно не скучно, это клево, замечательно. А потом стала слишком много. Да, и как она это сказала, я ей поверила, что… У нее все так есть. Ну, убедительно для меня, но убедительно сказала, что… А, стоп, стоп, щас, 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 щас поржем еще. Подскажи мне, пожалуйста, антонимы для тебя. Счастливо, а в другую сторону – это что? Хреново, да? Хреново. А насколько хреново? Хреново – это как? Хреново – это не можешь понять себя, не знаешь, не знаешь, чего хочу. Если не могу понять себя и не знаю, чего хочу. А хорошо – это как? Хорошо – это когда я знаю, чего я хочу. Если я не понимаю, я не знаю, чего хочу. Ага, а радостно? Обратно, обратно. А, нет, от обратного радостно – это что? Ну, это значит… Ну, как-то никак, что ли. А, хорошо, тогда в переправду – это что, радостно тогда? Это что для тебя? Радостно? Да. Радостно – это как? Интерес, любопытство, желание двигаться, желание… Сейчас, 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 сейчас мы все тут упадем, все смехом. А некоторые… Интересно, любопытство – это скучно, за счет. Полно опасности. Нет, 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 еще, вот, еще. Как, когда неинтересно, когда неинтересно и нет любопустия, как еще говорят? Апатия. Апатия. Депрессия. А тебе что больше резонирует, апатия или депрессия? Депрессия. А, апатия – это когда вообще молодец. Если вы узнаете, не знаю, что не знаю. Угу. Ну, потому что… Всяко не скучно. Вот видите, адекватный, осознанный выбор – всяко не скучно. С людьми поработаешь и сразу всю нейронную алхимию закончишь. А сам наедине с собой как-то так неинтересно, да? Если не могу понять себя, не знаю, чего хочу, и мне депрессия, тогда мне весело. Ну, всяко не скучно, в любом случае. А да, не скучно. А уже не весело сейчас, когда ты читаешь? Еще раз. Медленно, вот медленно. Если… И держи глаза, вот читаешь каждое слово, держи глаза на слове. И медленно. Если не могу понять себя… Ой, я забыла слово «я». Ну, как же. Подожди, подожди. Нервная система сейчас ваху, наверное. Я. Если я не могу понять себя и не знаю, чего хочу, и у меня депрессия, тогда мне весело. Ну, как бы нормально все читается, как бы вот так… Тогда мне весело, а тут вообще прорывает. А если весело, это счастливо или нет? Или счастливо, когда весело и хреново? Когда весело, счастливо. Ну, это вот весело. Ну, это вот весело. Я не могу понять себя, не знаю, чего хочу, у меня депрессия. Это весело. Если весело, это счастливо, то это уже счастливо. Нет, вообще-то это хреново. Вот первая часть. А? Это хреново. Тогда мне хреново. Точно? Да. Ну, сейчас. Там, это Ctrl-C, Ctrl-V. Эй, Ctrl-C, Ctrl-V. Тогда это… Тогда мне хреново. А насколько сильно хреново, когда вот так? Вообще-вообще. А, у нас счастье, когда не так сильно хреново. Вообще-вообще хреново. Сейчас, сейчас. Но счастье, но счастье наступит, когда мне будет что-то еще не так сильно хреново. Как ты находишь этого сыграния, я не знаю. Если я не могу понять себя, и не знаю, чего хочу, и у меня депрессия, тогда мне вообще-вообще хреново. Но счастье наступит, когда мне будет еще не так сильно хреново. Что-то как-то… Нужно сделать чуточку шаг назад. Вот еще не вообще не могу понять себя, не вообще не знаю, чего… То есть, без «воще-воще» будет то, что надо. Да, я расстилю нормально. Хочешь на эту штуку? Или нет? Ну, мне было хорошо вообще. То есть, здесь можно было так сказать. То есть, если убрать «воще-воще», то будет счастье. То есть, счастье – это без «воще-воще». Сейчас. Счастье – это когда я… Не могу себя понять, не знаю, чего хочу, у меня депрессия. Это когда еще не сильно хреново. А, нет. Когда я не полностью могу понять себя. Когда я частично понимаю себя, тогда мне вообще-воще хреново. Тогда не так. Подожди еще раз. Когда ты частично себя понимаешь, это как? Это не совсем хреново. А, это есть счастье. Окей. Частично себя понимаю. Что там? Не всегда знаю, чего хочу, да? Или как? Не знаю, чего хочу. А, если… Если не так, когда не так сильно хреново, это как звучит? Это когда я… Ну, почти. То есть, когда я знаю, чего хочу. Это не так сильно хреново? Когда знаешь, чего хочешь? Нет, это вообще хорошо, когда я полностью знаю, чего хочу. А когда не так сильно хреново? У нас есть хреново. Хреново, когда я не знаю, чего хочу. А когда не так сильно хреново в этой сфере, это как? Он сейчас бабахнет. Почти понимаю. Почти знаю. Нет, вот без почти знаю. Ты по аналогии говоришь, да? Почти понимаю. А вот если без аналогии, как это? Когда… Когда… Вот ты знаешь, чего хочешь, да не знаешь, чего хочешь. А середина – это как? Это я догадываюсь. О! Когда я сейчас… И только догадываюсь… Нет, не только. И… Ну, когда я справилась с вами? И догадываюсь. Может, когда не догадываюсь? Когда я сейчас… И догадываюсь, чего… Чувствую, чего я хочу. Не полностью догадываюсь, чего я хочу. А депрессия, если… Когда не так сильно хреново, то депрессия – это что? Ну когда вот здесь депрессия – это «воще-воще». А тогда депрессии нет. Когда не так сильно хреново, её «воще» нету? Или просто грустно, одиноко, там… Вместо депрессии, когда тебе не так сильно хреново, это какое состояние? Есть депрессия, это «воще-воще хреново». Хреново. А не так сильно хреново, это какое состояние? Счастье, что ли? То есть апатия это вообще полный кирдык, я так понимаю. Апатия это полный кирдык. Да, а вот депрессия это вообще-вообще хреново, а мне нужно не так сильно хреново. То есть апатия, депрессия, а ниже что стоит? Когда перед депрессией, что обычно? Скука. Скука. Ну ни хрена себе тут зеркальное убеждение. Мы у тебя так шли. Потом пошло обратно, а потом опять пошло внутрь. Перечень, я не понял, я говорю, из чего я хочу. Ты сказала, это скукота, да? И когда мне скучно. То это счастье, потому что не так сильно хреново. Что-то с чувством, с ритмом, с расстановкой, так повеселен. Когда я частично себя понимаю и не полностью догадываюсь, чего я хочу, и когда мне скучно, вот тогда я счастлива. Ты понимаешь, как мы вывели это? Когда я частично себя понимаю, не полностью догадываюсь, чего я хочу, когда мне скучно. Когда я частично себя понимаю, что ты чувствуешь? Это значит, что я вот, ну как-то не знаю, что я не совсем себя понимаю, или что частично себя понимаю. Блин, ну как-то сложно. Тут вот скукота как-то не вписывается в твою систему. Когда ты частично себя понимаешь, что ты чувствуешь? Воодушевление, желание себя понять. Блин. А, ну и вообще я чувствую тогда интерес к жизни. Сори. Так, когда я частично себя понимаю, тогда... Потому что есть возможность понять себя лучше. Тогда я чувствую интерес к жизни. Где у нас здесь был интерес к жизни? То есть тебе реально не скучно, когда ты все время частично себя понимаешь? Ну, типа да, потому что есть чем заниматься. Ага, то есть, ну... Пониманием себя. Выходит так. Напоминает? Да. Так, это значит, еще раз, как ты сказала? Когда только частично понимаешь себя, тогда что? Тогда есть интерес, желание понять себя. Есть смысл какой-то. Ух ты, даже есть смысл. Смысл понять себя полностью. Вот это очень прикольная вещь. Можно быть в поиске, а можно быть уже тем, чего вы ищете. Фигово сказала. Сейчас я сформулирую это. Тогда я чувствую интерес к жизни, есть смысл понять себя полностью. То есть, когда ты частично себя понимаешь, у тебя есть смысл понять себя полностью, так? А когда ты поймешь себя полностью, что произойдет? Тогда будет, как бы... Тогда я не знаю, чего будет. Скучно, что ли? Я не знаю, я просто не знаю, чего будет тогда. Может быть, да, может быть, будет скучно. По ощущениям, скорее так. А ну еще раз, если ты полностью, тотально себя поймешь, то что произойдет? Мне будет скучно. Нет, это ты сейчас снова говоришь не то. Это ты сейчас... Это я сказала скучно. А вот представь, ты себя полностью понимаешь. Вообще, 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 вообще. Все свои чувства, мысли. Что для тебя значит полностью себя понять? Да, значит, понимать, чего я хочу. Понимать. Допустим, как мне отказаться от того, что я хочу, но не могу получить вообще-то, никакими способами. Еще раз, что ты сказала, как мне отказаться от того, что я хочу, но не могу получить никакими способами? А как мне принять то, что я не могу изменить? Это что, только я это услышала? Нет. Так понятно, почему ты не хочешь понимать себя полностью. А ну смотри. Мне нужно понять, как отказаться от того, что я хочу. Что я хочу, но не могу. Получить никакими способами. Ну, а зачем это, как это? Мне нужно понять, как отказаться от того, что я хочу, но не могу получить никакими способами. Ты хочешь отказаться от того, чего ты хочешь? Ты хочешь понять, как отказаться от того, чего ты хочешь? еще раз медленно читай мне нужно понять как отказаться от того что я хочу но не могу получить никакими способами сейчас по-другому если я не могу получить то что я хочу когда я понимать как отказаться от того чего если я никак не могу получить то что я хочу тогда я научусь понимать как отказаться от того чего я хочу да еще раз мы если я никак не могу получить то что я хочу тогда я научусь понимать как отказаться от того что я хочу так сейчас вот все все молчим то есть если у тебя 22 выхода есть до либо получить то что ты хочешь либо отказаться от этого а есть средний выбор какой-то еще вариант возможен ли какой-то еще вариант то есть например болоте с кушалом вот есть чай ты хочешь чай ты не можешь его получить никакими способами ну правда никакими а почему я просто держу вот здесь вот ну вот я просто сжимаю чай как можно его получить как можно получить можно попросить не подсказывайте пожалуйста еще как можно попробовать просто взять его но я попробую почему не будешь вот и делает нормально да говорим а рука тянется я не хочу мне так не нравится еще как можно попросить и думать правда чего ты хочешь в жизни больше всего жить в гармонии с тобой я зависла а что мешает жить в гармонии с собой что значит это для тебя жить в гармонии с собой понимать себя вот это понимать как отказаться от того чего я хочу то есть смотри то есть смотри если я чего-то хочу а ну даже тот же самый пример на писание если я хочу писать но никак не могу добраться до туалета я научусь как не писать смотри если я никак не могу а я просто тут вот поставлю вместо этих слов писать и потом скажи мне где логично если я никак не могу пописать тогда я научусь как отказаться от функции писания функции мочи и спускания что значит писание это одно и то же что там вверху написано она прочти вслух если я никак не могу подписать тогда я научусь как собственно отказаться от функции мочи и спускания есть логика если не могу пописать я откажусь от функции я научусь и главное что я научусь как отказываться от мочи и спускания я пойму как отказываться там же пойму да я тоже научусь я пойму ты пропустил я вышел буквально на 5 минут ну еще раз если я никак не могу подписать так да я пойму как отказаться от функции мочи и спускания а теперь прочитай выше если я никак не могу получить то что я хочу тогда я научусь понимать как отказаться от того чего я хочу она по логике для тебя разные или одинаково то есть если это не как логика да логика то одна и та же а почему это адекватно это нет это не это адекватно в мире почему нет почему нижние неадекватные почему если я никак не могу прописать то мне нужно научиться как понять как отказаться от мочи и спускания а почему это не адекватно это этот поступок адекватен вот именно сам поступок именно сам поступок что если я не могу вот сейчас вот нигде пописать блин куча народу да там туалет занят можно потерпеть нет смотри сам вот этот я смотри сам поступок вот послушай если там занята а я сижу здесь я тупо уписываю вот-вот я тупо так хочу писать что вообще 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 не могу а там еще говорит полтора часа да так хочу писать там занята и я говорю ну ладно сейчас я побыленькому пойму как отказаться от функции мочи и спускания навсегда да а тут не навсегда хочешь отказаться от чего ты хочешь здесь навсегда так навсегда а ну прочитай я никак не могу пописать тогда я пойму как отказаться от функции мочи и спускания навсегда а про корабли как ты от них отказалась навсегда а почему а ну скажи мне почему это неадекватно нет я очень хочу реализовать такую знаешь ли схему может быть я думаю как бы так сделать то я учусь там не есть не пить не спать научить не писать объясни почему это неадекватно нет но но ты чувствуешь этот неадекват неадекват надо по какому принципу а что здесь нужно было бы по-другому изменить что было нормально адекватно тебе что нужно изменить здесь то есть если я никак не могу пописать тогда что твоя буду писать это говорит если мой если я никак не могу пописать тогда я буду искать любые я буду искать способы пописать любые способы пописать ну вдруг там звук там вот закроете подписываю на пол не любые как то есть это не туда они туда адекватные 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 подходы я буду искать адекватные адекватные способы пописать хорошо место адекватное какое слово можно поставить чтобы еще можно было дальше работать я адекватно пописываю дверь одна у нас буки же есть у вас бухтуаре сейчас сидит организация москвой бухтуаре сейчас сидит включаем большие трансляции слово адекватное казалось у меня другое какие это адекватные нормальные нормальные способы подписать нормально если я никак не могу подписать я найду способы подписать отлично это взорвет интернет однозначно еще раз если никак не могу подписать я найду способы подписать я все равно найду способы пописать если я никак не могу подписать я все равно найду способы подписать уверена еще немного так сейчас чуточку успокоимся сейчас будет завершающий главный такой момент еще раз если я никак не могу подписать я все равно найду способы подписать это ну это так работает у тебя в жизни вот так в жизни да вот когда хочешь в туалет всяко найдешь всяко найдешь и место где пописать я найду место где пописать я хочу пописать я хочу пописать từng что всяко ты ты преселок всяко это что значит всяко так это значит ужасно по любому в любом случае абсолютно это по любому это место минут нас надежду более спокойно уже не 34 мы же подписали то я подкрылника с по любимым По-любому найду место, где пописать. Это работает у тебя в жизни, так? Ну да. Я еще ни разу в сознательной жизни не находила места, где пописать. Мне не находила. Мне не находила. Мне не находила. Все. Когда я хочу пописать, то по-любому найду место, где пописать. А сейчас серьезный момент. Сейчас надо обратно чуточку выйти. Все сделали серьезные лица. Никто не ржет. Итак, у нас было вверху. Я попробую перескочить, если не сработает. На каком моменте у тебя было передательство себя? Чего ты хотела? Вместо пописать, нужно вставить это. от чего ты плакала? Я просто вспоминаю. Ощущение. Предательство себя. Я себя ощущала вот в этом институте в гармонии с этими стенами, с этими дверями, старыми, обшарпанными, с этими учителями, преподавателями. Я ощущала себя, ну, не знаю, что называется, дома, что ли. Когда я хочу ощутить себя дома, я по-любому найду, как это ощутить. Вот это клево. Нет. Твою мать! И все до полчаса жать. Чего? Ну, когда я хочу ощутить себя дома, я по-любому найду, как это ощутить. или как это сделать? Как это сделать? Как это сделать или как это ощутить? Где больше твое? Как это ощутить? Почему-то сделать как-то. Еще раз. Милина. Когда я хочу ощутить себя дома, то по-любому найду, как это ощутить. А что для тебя это значит? Почувствовать. Как это почувствовать? Окей. Вот так это выстраивается, карта мира ее, не мое. Поэтому так вот важно, что когда я хочу ощутить себя дома, то по-любому найду, как это почувствовать. Ну, уже ближе. Сейчас. Когда я хочу ощутить себя дома, то по-любому найду, как это почувствовать. Чувствовать. Хочу ощутить себя дома. Ну, как-то почувствовать. Ну, дату до коробли действительно не нужны. Не нужны? А логики? По написанной логики нет. А почувствовать? Какое чувство ты испытываешь, когда ты корабли видишь, когда ты о них думаешь? Чувство свободы. Еще. Ну, такое чувство, что мне не жалко так прожить жизнь. Классная фраза. Сейчас это соединю. Давай только пока вот это. Когда я хочу ощутить свободу, то по-любому найду, как это почувствовать. Ощутить свободу, то по-любому найду, как это почувствовать. Как почувствовать свободу? Света, так? Читаешь? Когда я хочу ощутить свободу, то по-любому найду, как это почувствовать. Света, как почувствовать свободу? Света. Как почувствовать свободу? Через понимание? Через понимание? Если только из чувств исходить, вот сейчас ответ искать. Как почувствовать свободу? Вот и сейчас сидишь. Как почувствовать сейчас свободу? Не, все-таки, все-таки через действия, получается. Делать то, что хочется. То, что идет изнутри. Последний абзац, еще вместе. Когда я хочу ощутить свободу, то по-любому найду, как это почувствовать. Света, как почувствовать свободу? Делать то, что хочется. Делать то, что идет изнутри меня. Потому что я знаю, вот так мне жалко пожить жизнь. Еще раз. Когда я хочу ощутить свободу, то по-любому найду, как это почувствовать. Света, как почувствовать свободу? Делать то, что хочется. Делать то, что идет изнутри меня. Потому что я знаю, вот так мне жалко прожить жизнь. А теперь, как не жалко прожить жизнь? Вот сейчас. Как тебе будет не жалко прожить жизнь? Не жалко прожить жизнь с любимым человеком. Не жалко прожить жизнь, создавая хорошую семью. Наверное, так. Это то, что ты хочешь создать семью. Надо. А свобода здесь? Свобода. Чувствую внутреннюю свободу. Не знаю, как. Ты говоришь, не жалко прожить жизнь с любимым человеком, создавая семью, так? При этом оставаться внутренним свободным человеком. А как это можно сделать? С любимым человеком и внутренним оставаться свободным человеком? Объясните мне. Вот на практике вообще не получалось. Не получалось. Через уважение. Кого? Себя и его. А как это будет проявляться? Как это может проявляться? В понимании своих желаний и в озвучивании своих желаний без страха или даже под страхом потерять себя, наверное, так. Вот это, как живу я. Вот так вот. Не жалко прожить жизнь с любимым человеком, создавая семью, но при этом оставаться внутренне свободным человеком. Через уважение себя и его, понимая свои желания и озвучивание своих желаний даже под страхом потерять себя. Не жалко прожить жизнь с любимым человеком, не создавая семью, но при этом оставаться внутренне свободным. Через уважение себя и его, понимая свои желания и озвучивая свои желания даже под страхом потерять себя. А его. Его или себя? А что страшнее, потерять его или себя? Всегда был. Ну нет, не всегда, но очень часто было его, особенно если это прям вообще любимый человек. Я озвучивание своих желаний даже по страхам потерять его. Да, правильно написала себя. И что я сказала? Я так живу, да? Хорошая сказала. Мне жалко прожить жизнь с любимым человеком, но создавая семью, но при этом оставаться внутренне свободным человеком. Через уважение себя и его, понимая свои желания и озвучивание своих желаний даже под страхом потерять его. Все правильно. А как можно озвучить свои желания даже под страхом потерять его? Вот и скажет вам, чего ты хочешь, а он идет. Он скажет, я этого не хочу, но знаешь, пока. Ну, было так. А вот сейчас? Больно. Давно больно. Давно больно. Ну, и потом. Долго это все объяснить. А вот эта разница, что так прожить жизнь не жалко, делать то, что идет изнутри тебя. Как возможно делать то, что идет изнутри тебя, если ты боишься потерять его? Как возможно делать то, что идет изнутри вас, не боясь, да, даже под страхом потерять любимого человека? Как возможно делать то, что идет изнутри вас, даже под страхом потерять любимого человека? Как возможно? Прохожи мне. Толь. То есть все как есть. Ну, как бы я снова себя достаточно, наверное. То есть я боюсь его потерять, я знаю, что это не прикольно, если я его потеряю. Но я знаю, что даже если это случится, все равно самой себя мне хватит для счастья. А для чего тогда любимый человек, если тебя самой себе хватает для счастья? Ну, ну, бывают разные. бывают счастья с собой, а бывают вместе с ним. А вот я тебе, ну, именно вот в твоем, в твоей логике только то, что ты сейчас говоришь. Если тебе самой себя хватает для счастья, то для чего нужен любимый человек? Вот я тоже даю эти вопросы на самом деле. Сейчас, сейчас, сейчас. Очень актуалит для меня вопрос. То есть вот ты счастлива, посмотри, ты счастлива. Ты, слушай, покажи этот вид счастья. Ты счастлив там, ты двигаешься, ты весь, пульсируешь энергией. Можешь сделать? Я сейчас счастлив очень, да. Так невинно. Поверьте. Вот так. Можешь помочь мне? Что надо сделать? Просто вот покажи, когда ты счастлив, когда ты вот... когда ты двигаешься, наполненный энергией, когда по тебе вот видно, из тебя прет. Как это под заказ, я сейчас не знаю. Это твое, да, экзамен? Когда из тебя так много всего идет, излучается. Что поделитесь с ним. Да. Есть два разных момента. Либо тебе нужен человек, чтобы прочувствовать счастье, свое счастье, нормально, и только благодаря нему, только благодаря ему. Либо у тебя столько этого счастья, что тебе он необходим, чтобы, блин, поделиться, потому что у тебя-то так прет. А там люди смотрят, и с утра до вечера на море там прешься, прешься, там 0,3 уже вызывают. Ты говоришь, ну понимаете? Я счастлива. Вот. А то сейчас опять начну уже злогольствовать. Получается быть счастливой, и тогда даже под этим страхом все равно дело то, что хочу. Ну, отвечаю. А как это сделать? Ну, например, ты хочешь чего-то, чего не хочет он. Он говорит, ты знаешь, если ты это сделаешь, я от тебя уйду. Ну реально. Ты вообще слышала, да, что ты хочешь? Осознанное сновидение сюда перетащить. Всеми управляют. Я никому не управляю. А кто там управляет, кстати? Я всегда сама, как бы. То есть, осознанное сновидение насчет меня. Даже если я в реальной жизни думаю, вот сейчас я с кем-нибудь там встречусь, то когда я просыпаюсь во сне, я думаю, о, боже, ну какая рада, зачем мне это надо? Мне так хорошо. Суперски. Так вот, представь, ты хочешь чего-то, ну вот что ему просто вот, вот вообще никакие ни в принципы, ни в убеждения, никуда не вставить. Он говорит, ну а ты его любишь. Да. А что делать тогда? Как тогда? Ну вот ты это хочешь. Иначе это просто вот вообще. Иначе ты предаешь себя. Без этого ты не полностью, не тотально счастлива. Не тотально, ты не тотально собой, если ты не сделаешь этого, да, вот без этого момента. А он говорит, нет, если ты это сделаешь, я уйду. Тогда как? Ну, я делаю, он уходит, и я остаюсь счастлива. Точно. Нет. Просто вопрос. Вот ты говоришь, что когда у тебя очень много счастья, нужно с кем-то поделиться хочется, да? Когда есть рядом человек, любимый человек, и с ним можно поделиться. Ну, по этой логике, любимого человека не должно так же перейти, как у тебя. Почему? Потому что если у него тоже переизбыток счастья, уже прям... Так вас знаешь, как прет обоих. Так вас обоих же прет. Он просто не может взять. Как это? А почему это? То есть, если ты очень счастлива, то ты не способна принимать, что ли? Ну, у него избыток. Я говорю за тебя. Если ты сильно счастлива, очень прям вообще-воще, это что, не можешь принимать чужие эмоции, чувства? Не знаю, у меня такого не было. Прям-прям. Двунаправленный процесс всегда идет. Я отдаю, я принимаю. Если я мега счастлива, я заполнена. Ну, это не значит, что я так заполнена, что туда чужие, как бы, от коммуникации эти все моменты не впихнуть. Ты понимаешь, что ты туда впихиваешь мне свое счастье? У меня своего счастья достаточно. Я тебе сейчас своего впихну. Он говорит, мне спасибо. Я видел твое счастье. Это у меня как раз обратная проблема, то, что я как раз говорю, ну, окей, уходи, я так счастлива. Все время так и происходит. А коммуникация тогда для чего? Ну, коммуникация. А вдруг там в глубине души он скажет... Тьфу, 10 красных яблок в глубине души. Вот я маю. Что, если просто из-за недопонимания рождается предположение, что он скажет нет? Так и есть, да. И трудно это все наладить. Поскольку я уверена в том, что я буду и так счастлива, я говорю, да, в чем эта коммуникация? Тогда, получается, отсутствует что? Умение ценить этого человека? Ну, если... Я думаю, это какой-то страх боли связан с тем, что если у меня эта коммуникация мне станет больно. Он как-то будет меня притеснять там... Ну, конечно, будет притеснять, если нету коммуникации. Чтобы хоть ты начала говорить. Ты молчишь, он тебя притесняет. Ну, начинает говорить, не-не-не-не. Можешь идти дальше, если тебе не нравится. Не-не-не. Он говорит, ну, ладно, уходит. Так коммуникация же нужна. Ну, как без коммуникации? На самом деле обычно даже по-другому происходит. Если я говорю, ну, как бы вот так, ну, тогда ты свободен, как бы вот и уходи. Я говорю, а... Я говорю, нет, уж лучше. Хорошо. А вот если другой человек, Вот если мужчина тебя любит, да? Для тебя мужчина, правильно? Противоположный пол, которым идет сексуальное лечение. Мужчина тебя любит, он тебе говорит, я тебя люблю. Тут он хочет что-то сделать, а ты говоришь, понимаешь, я не хочу. А он говорит, не хочешь? Иди себе. Тогда насколько он тебя любит? Тогда что это за близкие люди, когда это не устраивает? Ну так и иди ты себе дальше. Ты тут пока? А чего не нравится? Умение ценить, а тогда насколько что-то ты ценишь себя? А, так это и выражается, я ценю себя, поэтому если тебе что-то не нравится, иди дальше. Так получается? А тогда просто вывешивай, ну не иду на контакт, не подходите ко мне, а чего вы со мной знакомитесь? Просто сразу можно уезжать в пустыню куда-нибудь. И даже ящерицам говори не двигайтесь. Ну тогда тогда не знаю, что делать. И как оно теперь, на разнице. Может, еще больше вопросов. Теперь непонятно вообще, зачем секс? К тому же, как будто все совсем уже. Не смотри на мои большие глаза. Мне тоже непонятно, для чего секс. Блин, я твою уже мимику перенимаю, ну как так можно? Нервная система, ты быстрее учись этому навыку. Это я пытаюсь понять, как он так делает, спокойно кривляется, вот так вот. И она начинает принимать. Так. Ну тогда видите, что без момента коммуникации, во-первых, с самим собой, по этому вот моменту, когда ты подразумеваешь, но не проверяешь. Ты делаешь, ты соглашаешься на то, что ты подразумеваешь. И потом получается огромнейшая проблема. Либо отсутствие коммуникации с самой собой. Ну да, посмотри, полтора листа. Отсутствие коммуникации. Я только что коммуницировала с тобой вместо тебя. Вот это все, вот это все. Это твой разговор, ну это уже мои записи. Вот это все твой разговор с самой собой. Понимаешь? Когда я частично себя понимаю, не полностью догадываюсь, и мне скучно, я счастлива. Так ты этого не слышишь. Ты самой с собой не разговариваешь, ты этого не слышишь. Но когда ты читаешь, мы тут все ржем. Что тут еще такого? С чего мы тут смеялись? Про пописать, да? Это тоже внутри тебя рассказываю? Ну с моими дополнениями про пописать, конечно. Я никак не могу пописать, тогда я это буду искать адекватные способы пописать. Это все твой, это все твой разговор с самой собой. И там, видишь, смешно бывает. Если добавлять базовые телесные функции, постановка приобретает юмористическую окраску. И вот, смотрите, разговор с самим собой очень познавательный. Или можно было без этого? Нет, без этого никак. Без этого никак, да? То есть вот разговор с самим собой. Ты по душам, за чайчиком, чай пить и устроить с самим собой. Ну что ж там у нас-то? А у нас здесь, тут, а здесь, а что-то это... И потом выходит вот такая фишка, и ты думаешь, ого! Я буду адекватно искать способы, чтобы адекватно пописать. Это же вообще в какие рамки. А неадекватно, значит... А значит, идем, если неадекватно нельзя, поднимаемся вверх. Отказаться от муфу, снимающей спускания навсегда. И когда отсутствует коммуникация с самим собой просто, и вы даже не видите, что же там внутри вас происходит, то о какой коммуникации можно говорить с другим человеком? Нет, ну скажите мне. Как можно настроить взаимосвязь с другим человеком, если не слышишь и не понимаешь себя? Будет связь с человеком и с собой как пример. Слово на телефон. То есть, например, девушка тебе говорит какую-то фразу, а ты слышишь свою фразу. Ну да. Вот. И ты сразу такой, да что ты? Как ты обо мне могла такое подумать? Она такая, ты чего сейчас, а? Ну как, ты только что сказала вот это, в смысле того, что вот это, вот это. Она говорит, да нет. И сразу видно, что вот в моменте, когда ты услышал, она сказала что-то, и ты это услышал. Вот здесь нужно было с собой поговорить, вот здесь отсутствовал первый шаг, внутрь себя. Я услышал это, а она сказала вот это. Это совпадает один в один по словам или нет? И потом отсюда уже ты говоришь ответ. Тогда вот еще, да, можно как-то увидеть это. А так ты не сверяешь то, что она сказала и то, что ты услышал одно и то же. Или он говорит, на держи цветы, а я слышу, пошли в койку. И если я не сверяю, я разворачиваюсь и ухожу. И получается абсурд. Потому что я не спрашиваю себя, что я слышу в этих словах. Естественно, это очень скучное занятие. Ну реально, очень скучное занятие. Постоянно сверять то, что я слышу, с тем, что я слышу. То, что мне говорят, с тем, что я слышу. И потом из этого отвечать. А еще прикольнее спросить, а что ты имеешь в виду тем, что ты говоришь? Это вообще гайки. Ну зачем это говорить? Зачем это спрашивать? И так понятно, что он подразумевает. Поэтому я просто проверяю. Он говорит, вот это, я слышу вот это. Совпадает. Наверное, он подразумевает вот это. Да. То есть, наверное, он подразумевает вот это. И здесь опять? Так спроси, что он имеет в виду? Ну. И это очень скучное занятие общаться. Офигеть. Социум. Вот у меня большие глаза и удивление. Социум. Скучно общаться с самим собой, с другим человеком. Привет, привет. Как дела? Хорошо, хорошо. Пошли, пошли. В койку, в койку. Да, да. Ой, ой, ой. Было хорошо. Спасибо, до свидания. Вот, вот, вот коммуникация. Вот во второй день сейчас, видите, все вот пошло. Блин, вот, вот, вот. Что ты хочешь сказать, Митя? Вот. Вот и все, да? Весь упор пошел на ядро предательства себя. Запись со второго дня в Москве полностью по работе с телом. С первого дня. С первой встречи второго дня. В общем, позавчера. Да точно, вот и все, да. И там вот можно все посмотреть и все, что здесь не сказано было. Но сегодня мы разобрали целый кусок предательства себя. Не знаю, насколько это важно вам, но мне это невероятно важно для того, чтобы потом выработать все остальные моменты. И мне невероятно важна была и есть ваша обратная связь. Как вы это понимаете? Не просто, что вы отвечаете, а что именно вы подразумеваете тем, что вы говорите. И что вы при этом чувствуете, потому что, когда соединяешь все это вместе, более целостный образ. Огромнейшее вам спасибо за помощь. Спасибо тебе. За поддержку. И у нас уже вот и все. Да, я понимаю, что хотел сказать. Вот и все. Поэтому все. На сегодня все. Ребята, может, сделаем вообще фут? Да. Слушайте, стоп. Давайте сначала все футу доберемся, а потом, если останется время, ну или в коридоре, по-любому оставится. В коридоре просто следует очень плохо. Тогда надо очень быстро здесь прибрать, тогда у вас время будет достаточно. Можно? Половину подушек здесь.